Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Продолжаем анализировать фундаментальный фон, разбирать самые интересные события минувшей торговой сессии и, конечно же, говорить о тех отчетах, статистике, либо альтернативных каких-нибудь инфоповодах, которые запланированы к выходу и могут состояться в рамках текущей торговой сессии. Сегодня у нас довольно скромная по содержанию экономического календаря сессия. Обратим внимание, прежде всего, на статистику по запасам нефти в США. Сейчас рынок нефти заморожен чуть выше 61 доллара за баррель. В целом, друзья, такая ситуация наблюдается чуть ли не со середины декабря. Рынку нужно топливо для рынка черного золота. Даже своего рода небольшая тавтология получается. Но это действительно так. Очевидно, что участники рынка сейчас борются и продавцы и покупатели за те горизонты, которые для них станут определяющими на перспективу в ближайших месяцах. И вот эта борьба, она сейчас как раз идет чуть выше 60 долларов за баррель. Мы за ней следим, сохраняя длинные позиции. Друзья, с учетом того локального фундамента, поддерживающего, который сложился за последние недели, я пока не рекомендую отказываться от этой сделки, даже несмотря на то, что попытки покупателей выглядят не такими бодрыми. Опять же, затащите инструмент в район 65, как могли бы быть. В то же время и продавцы. Их позиции также довольно вялые. Периодически им удается перехватить инициативу, но не нам долго. Плюс ко всему, друзья, сегодня, если вы спекулируете новозеландским долларом, в 00.45, это фактически, можно сказать, уже азиатская сессия четверга, выйдут данные по уровню безработицы Новой Зеландии. Посмотрите на ожидания, на прогнозы, вспомните все, что я вам говорил про новозеландский доллар и убедитесь в том, что уже завтра на брифинге мы, скорее всего, будем констатировать курс новозеландца, вероятно, даже допускаю, друзья, ниже отметки 0.68. Встралийцы Новозеландии сейчас активно снижаются, это то, что нам и нужно, и это то, что и должно было случиться с этими активами, с учетом того фундамента, который сложился. Сегодня мы идем, своего рода, по горячим следам, можно сказать, буквально совсем незначительное время назад завершилось обращение Дональда Трампа к нации, ничего интересного. Если вы пропустили, я думаю, что 90% трейдеров, наверное, активно не следили за тем, что говорил Трамп, и если вы сейчас задаетесь вопросом, было ли что-нибудь интересное, не было. Друзья, я посмотрел тезисно, все, что мы знали, в принципе, так оно и остается, никаких нововведений, никаких уточнений, подробностей по вопросам торговых отношений с Китаем, по вопросам будущих перспектив, налоговые реформы, шатдауна, стоительства стены с Мексикой, в общем, ничего из того, что можно было бы сейчас зацепить и использовать для того, чтобы оправдывать, либо использовать в качестве мотивации для торговли по доллару в том или ином направлении. Я думаю, что достаточно посмотреть на динамику графика доллар-иен, да и просто на динамику доллара, вы поймете, что довольно скромной оказалась реакция рынка. Друзья, давайте теперь чуть подробнее разберем основные инструменты. Нефть 6195, уже который день подряд, я констатирую, котировки плюс-минус рядом с этим рубежом, да, уже даже мне поднадоело наблюдать вялую динамику по нефтянке. Хотелось бы уже, чтобы рынок нефти определился. Было бы, конечно, очень неплохо, если бы это определение, в конце концов, привело бы к росту. Говорить сейчас снова о вот этих факторах, на которые я ранее обращал внимание данные Бейкер-Хьюз, санкции против Венесуэлы, доклад ОПЕК, уже не имеет значения, потому что если бы у этого фона были бы серьезные предпосылки, либо сохранялся еще остаточный эффект влияния, я думаю, что мы бы это уже видели в росте цены на нефть. Ну, судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, рынок переварил этот фундамент и нуждается в новой пище. Как раз сегодня можно будет ориентироваться на данные по запасам нефти США. Соответственно, вчера у нас вышел отчет по запасам нефти от Американского института нефти. Запасы выросли, друзья, на 2,5 миллиона и это, в принципе, оправданно привело к реакции, связанной с распродажей нефтянки. Сегодня у нас выйдут официальные данные. Несмотря на то, что в последней неделе отчеты более-менее коррелируют между собой, я советую не упускать из-за внимания тот факт, что мы говорим о сезонных факторах, из-за которых запасы снижаются. В связи с этим, друзья, я считаю, что сегодняшний официальный релиз от Министерства энергетики окажется совершенно иным по содержанию от отчета от Американского института нефти. И увидев данные по цифре со знаком минус, у нефти появится повод для того, чтобы, собственно, вырасти. Что касается еще одного фактора, который мы ранее не разбирали, это отсылка к доллару. Друзья, я предлагаю вам обратить внимание, что сегодня на азиатской сессии та же самая пара доллар-иена снижается. Это нельзя назвать снижением, которое обладает потенциалом еще большего спада, отработки. Это обычный, скажем, валютный рынок и обычная динамика. Но в то же время распродажи доллара – это традиционный фактор поддержки для сырьевых инструментов, чья стоимость номинирована именно в американской валюте. И, разумеется, снижая курсы доллара, повышается спрос на сырье за счет более низкой стоимости. Вот такая простая логика. Я не то чтобы, друзья, пытаюсь найти факторы, которыми можно было бы оправдать рост цен на нефть. Но я признаю то, что сейчас на рынке силы равны. Но все-таки перекос сейчас, ну лично с моей стороны, делается именно на рост нефтянки. Потому что с точки зрения негатива он уже тоже крайне прозрачен, известен всем. Мы на этом негативе валились вместе с рынком нефти в конце 2018 года. И ничего нового пока что нет. А вот в плане позитива комментарии и новости, и статданные появляются. Допускаю то, что для рынка они в моменте будут куда более интересными. К распродажам, друзья, мы еще успеем примкнуть, но не сейчас. Доллар иена 109.80. Вчера разочаровал отчет по активности в сфере услуг. АСМ 56.7 с 58. Снижение индекса. Вот вам, пожалуйста, еще один индикатор того, что один из основных секторов американской экономики начинает буксовать до индекса выше 50. Все равно он находится в тенденции восстановления. Но спад был зафиксирован. Друзья, это один из худших показателей за много последних месяцев. Для дальнейших перспектив доллара и иены ничего не поменялось в плане новых вводных. Мы как говорили о том, что доллар будет смещаться вниз, так я эту идею поддерживаю. Кстати, накануне состоялась встреча Джерома Паула, которого завладает американский регулятор, с Дональдом Трампом. Поэтому, скажем, нельзя точно что-то сейчас конкретизировать, потому что обсуждалось. Я думаю, что эта встреча больше носила закрытый характер. Но знаю позицию, друзья, Трампа. Я уверен, что вы также понимаете, о чем я говорю. Он, скорее всего, еще раз объяснил Джерому Паулу, почему американской экономике сейчас нужен дешевый доллар. В условиях того курса протекционизма, который с некоторых пор характеризует вообще всю политику Трампа. И кто-то говорит, что последнее смыщение позиции Джерома Паула – это не реакция, оправданная, логичная на ухудшение мировой экономической конъюнтуры. Это просто элементарный страх перед Трампом за то, что он наверняка сможет использовать имеющиеся рычаги воздействия. Хотя, казалось бы, для независимого института Трамп не должен иметь таких рычагов. Но мы все с вами реалисты и прекрасно понимаем, что при необходимости Трамп может диктовать условия игры национальному регулятору. Поэтому, если вы допускаете позицию того, что мягкое смягчение риторики Федрезерва – это все следствие того, что ФРС прислушался к словам американского президента, вы должны тоже быть вместе со мной уверенными в том, что у доллара сейчас нет шансов на рост. И, в принципе, вот эта планка 110 иена нам будет держаться. Вряд ли мы окажемся существенно выше данного уровня. Я предлагаю, как и раньше, удерживать короткие позиции, друзья, и верить в то, что американец окажется еще ниже. Евро против доллара. Здесь мы снижаемся все, как им нужно. Еще один блок статистики. Ройничные продажи. Снижение в месячном урожении на 1,6%. Друзья, в годовом 0,8% – очень низкое значение. В прошлый раз у нас цифры были практически около 2%. Минимальные значения по рознице с 2011 года хуже всего дела обстоят с розницей в Германии. Там минимальные уровни с 2007 года – вялое, крайне вялое начало для еврозоны 2019 года. Для отдельных стран в Италии мы уже с вами констатировали рецессию. Я думаю, что очень скоро мне окажется Германия. А там уже все эти проблемы закрептенут и еврозону. Поэтому готовы ли вы покупать евро? На этом фоне удачи вам. Я – нет. Фонд против доллара. Лоум 1,2923. Сейчас котировки 1,2954. Мы ориентировались на неизбежный пробой поддержки 1,30. В соответствии с ожиданиями данный уровень пал. Удачный тест. Закрепление фунта ниже. Если мы доберемся до уровня 1,28, друзья, до конца этой недели, это будет прям суперпобеда. Я буду крайне этому рад. Прежде всего за то, что заработаю сам. И рад за то, что многие из вас также будут фиксировать хороший профит. Потому что знаю, что позиция, скажем, продавцов для вас тоже свойственна. Что касается распродаж британца, вы все наверняка понимаете. Все это отголоски и следствия сохраняющейся неопределенности. И, безусловно, слабые статистики. Вчера я говорил о том, что у нас есть очень высокий шанс увидеть слабые цифры по активности в сфере услуг Англии. И, в принципе, так оно и получилось. Вслед за промышленным сектором, строительством очень сильно разочаровал и сектор услуг. 51, друзья, это уровень, который, ну, фактически, как вы понимаете, на 0,1 выше пограничной территории. Вот этого важного психологического рубежа, который, в конце концов, будет фиксировать самый настоящий СПА для сектора. Уверен, что в следующем месяце индикатор уже будет ниже 50. 51. Это худшее значение за последние 2,5 хода. И это один из самых плохих результатов с 2012 года. Слабая статистика. По мнению респондентов, это все следствие влияния неопределенности событий политических в Англии на активность потребителей. Разумеется, когда туманны являются перспективы экономической Великобритании, многие потребители не торопятся с тратами. И это абсолютно оправданное потребительское поведение. Количество регистрации новых предприятий и бизнесов в Англии сейчас на минимальных уровнях за несколько лет. Все ждут развязки и того, на каких условиях Англия выйдет из состава Европейского Союза. А тут я уже, наверное, негатива вам дал достаточно, но оправданного негатива со ссылкой на то, что у нас есть сейчас на рынке. И то, на основании чего мы делаем конкретные выводы. Предстоящие две торговые сессии важны, друзья, и для Англии, и для британца. Уже завтра Мэй должна прибыть в Брюссель, возможно, она уже там, для переговоров с главой Еврокомиссии Юнкером. Главными темами будут обсуждения бэкстопа и альтернативных вариантов при обеспечении, скажем так, отсутствия жесткой границы с Ирландией. Сегодня Юнкер встретится с премьер-министром Ирландии, видимо, специально для того, чтобы прояснить отдельные моменты перед встречей с Терезой Мэй. Участники рынка полагают то, что сегодня с премьером Ирландии будут обсуждать как раз и возможность снижения жесткого Брэкзита. Друзья, я считаю, что неопределенность, она только усиливается. Это логичным образом влияет на распродажу фунта. У нас еще и поджимает статистика. Я думаю, что вы все можете сделать правильный вывод о том, что ждет фунт дальше. Я не верю в какой-то позитив. Да, я могу заблуждаться. Никто не знает, удастся ли каким-то образом все-таки вывести вот этот, казалось бы, тупиковый сценарий сейчас переговоров на тропу, когда компромисс удастся найти. Ну, может быть, у вас есть какая-то информация, тогда будьте добры, поделитесь ею с нами. Я уверен, что она будет интересна. Я пока вижу то, что я вижу. Негатива хватает. Я не транслирую оптимистичные ожидания, потому что не вижу ровным счетом никаких оснований. Фунт снижается, это то, что нужно, и ждем, собственно, британца еще ниже. Австралийц против доллара. Друзья, сегодня агрессивная распродажа неазиатской сессии. Это все реакция на комментарии председателя Резервного банка Австралии Филиппа Лоу, который говорил о рисках влияния на австралийскую экономику и спрос на австралийских товаров и сырья со стороны Китая из-за замедления. Говорил о низких зарплатах, сдержанной инфляции, перспективах экономического роста, которые будут в целом зависеть от того, как разрешится ситуация с глобальной неопределенностью. А здесь у нас центральная тема – это отношения между США и Китаем, где тоже пока что мы далеки от позитива. Австралийц нам нужен ниже. Мы не поддались на удочку покупателей, на ложные призывы купить актив, когда он рос. Я рекомендовал продажи. В целом идет сейчас серьезная коррекция, которая перерастет в мощную нисходящую динамику. Ждем австралийц ниже 0,70. Доллар канадец плюс 50 пунктов, минус 50 пунктов, плюс 50 пунктов. Так, несколько раз за один день. Нервы, наверное, это трепет, конечно же, тем трейдерам, которые спекулируют этим инструментом, особенно большими объемами. Я все-таки, честно говоря, начал уже успокаиваться. Друзья, хорошо, что оставил в покое канадца. Для вас разбираю, анализирую. Впереди у нас несколько важных отчетов, особенно важные релизы – это данные по рынку труда Канады в пятницу. Уверен, что именно этот отчет и вытащит, опять же, пара доллар канадец, либо выше отметки 1,33, либо все-таки станет причиной пробоем поддержки 1,30. Ближе к, собственно, отчету буду держать вас в курсе. И очень многое зависит, конечно же, от котировок и нефти. Но вы это и так знаете без меня. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам, удачной, прибыльной торговой сессии. До завтра.